Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... на самом деле — в 1999 году. Это было очень круто. Я приняла брать билетендеры, а в 2012 году на обморок. У��итендеры и протеологи — мы были без винилах. Я��야 нет. Я считаю, что это время, у меня нет времени — приставить с гостями. Я говорю, только в два раза. Нам подарили в домашних деньгах, и капитал через деньгах. Азыр анкендинда качете жо, анкене уақыт уйту атат, шайлы мейзамы ойынче, үзгүлтік сүстеп тұрадын. Мөнеті көрсетілмеген үзгүлтік сүстеп тұрадын. Бірақ бұлар ұшыл қолшаны оны, үзгүлтікі үширатып қойшты. үзгүлтікі байқатымар болшы керек, байқатымар болшы керек, байқатымардың бары жазаты, бізді кетерді, әртен келгілейд қойды, ертесігельтік тая, дейлі білетінеме протоколы дағы дейлі алған үмек үстеді. үзгүлтік үшраймын мен бұл жерде аптан бірді шығы шек жаралық қалды. Бұл үш екене, қандай ғылшыпасын, қандай әрекет қылшыпасын, бұл шекті жөйш, әрі ғаны кетірі шыру, оңай болға қалды. Гранд комитет, Гранд-гоземел комитет ты уйс тұрпыр партиялар мен джоул шутилеш кеде. Джоулға, шутилеш өз, толтыра сурулы орыс қар. Она нан гөрөз қандай жоперек кеде. Как вы думаете, ол али хакерская атака? Эм, хакерская атака, ай-ай гөп, болды жәуіздер айтпады, эмөз күргін 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 бұл башында, арғанда версиялар кетті. Эдель Байсалов берет саботаж, саботаж был, гим саботаж болтар, зык саботаж болтар. Шуныксус болт па. Анан, гайратур, диверсия, дейди. Анан, колсозы комитетны, секретарь, хакерский атака, дейди. Ар гим, арғанда версиян айты отат. Бұлары, өзлерінің баяғы, бір немесе чоқ болатат, ата версиясы чоқ болады. Сіз диверсия ұшқамдай? Мен версиям бұлар джасауылы қошты. Бұлар жаңа өзлерінің партияларының доуштарының бөтер өстеп қошып аштады, доуштарды. Анан жаңағы проценті көйіп кеткеннен кейін өзлері білбе қалды дағы резкі түшіріп салды, доуштарды. Ошынды қошқон доуштарының немелері кетті. Бірақ біз законын алған доуштарыстағы кетіп қалдызай. Емі мен ғанша, ғанша, бұлға Цэйн де лі жасалып жіргінен сей қалды. Бұл қандай масса қалды қалды. Мұндай ашығайқын жасалғаның несташақ. 2017 жылы ғылы қоғын, мен байқағым бойынша, Анда-дәлешайлыу ғызылған. А вот сейчас говорят о том... Можно я вопрос задам? Сегодня также была проблема с доступом к данным, около 40 минут. Это первый вопрос. Как вы оцениваете сегодняшнее происшествие? И ваши наблюдатели участвовали при пересчете? Как ситуация с ручным подсчетом и пересчетом обстоит? То, что зафиксировали наблюдатели КЛОПа и других общественных организаций, то же самое фиксировали и наши наблюдатели. Закон требует непрерывности при ручном подсчете бюллетеней. Но, к сожалению, вот этот принцип непрерывности, он не был соблюден. Очень многих наблюдателей отправили и сказали, очень сложно считать, потому что система сложная, очень сложно считать. Их всех отправили и многие из них пришли на следующий день. Даже на следующий день они не смогли получить протоколы. Поэтому, когда этот принцип уже нарушен, это вызывает очень серьезные сомнения и очень серьезные подозрения в честности и прозрачности. То есть прозрачного процесса в ручном пересчете не было. То, что система все время подвергается каким-то сбоям, это тоже не может не вызывать опасений. И при этом очень такие наивные и смешные объяснения каждый раз ЦИК нам предъявляет. То есть ясной картины ни у кого нет. Вы сами видели, что и у официальных лиц у каждого была своя какая-то версия. Никто из них не может, естественно, что никто из них не может признать, что это был обыкновенный подлог, обыкновенная фальсификация и самая обыкновенная манипуляция данных. Еще один вопрос. Вот по сегодняшнему. Сегодня у вас 40 минут. Также были недоступны данные. Что это было на ваш взгляд? Нам сказали, что все перезагружают. Ну, они так и скажут. Они скажут, что мы вводили протокол и поэтому... Но заметьте, что это же не первые выборы по этой системе. Никогда таких сбоев в системе не было. Почему именно в этом году происходят такие сбои? Ну, в силу того, что я не айтишник, я не могу вот так вот четко вот это объяснить. Но то, что происходят вот эти сбои, это уже не может не вызывать подозрения. Как вы думаете, как вы думаете? Когда вы думаете, как вы думаете, кто-то обратил на революцию. Мне кажется, у нас есть возможность. Мне кажется, что вы думаете, что у нас в его наличие, что у человека не занимается. Как вы думаете, как вы думаете, что у нас в Африке для Сaronирбусе? Я говорю, что вы думаете, что у нас тут вопросов, о том, что у нас тут есть. Революция зашла. наимене реальность сезбегла тушит очень трудно ладан гунингом да и ними пара так о порталду пара так она и вот многие гадает она и стимул вот сейчас говорить о том что могут назначить перевыбор как вы думаете это все может пройти на основаниях в принципе закон позволяет провести переголосование на участках потому что в законе есть такие нормы и такие выражения где говорится что искажение волеизъявления когда невозможно определить насколько было правильного ли действительно волеизъявления на избирателя я думаю нужно прийти какому-то консенсусу и возможно я не исключаю возможность того что нужно провести или или переголосование причем короткие сроки не давая какой-то долгой возможности для агитации мы не можем жить нелегитимным парламентом то есть процесс не нужно затягивать или нужно делать переголосование назначить какой-то день голосование или же нужно проводить перевыборы но тоже короткие повторные но тоже в короткий сроки ну нужно сейчас находить к консенсу ни в коем случае мы не должны сейчас вот это Противостояние наращивается. Надо находить концы.